Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас всех на очередной встрече клуба «История Отечества». И наше заседание сегодня посвящено выходу в свет книги «Авангард. Строй. Архитектурный ритм революции 1917 года». Книга достаточно такое емкое, монументальное издание, где много интересных фактов, о которых подробнее расскажут наши уважаемые гости. И я их с удовольствием представляю. Сегодня у нас в гостях Ирина Владимировна Чепкунова, кандидат искусствоведения, заместитель директора Государственного музея архитектуры имени Алексея Щусева, автор большого числа статей в области истории архитектуры XX века. Давайте поаплодируем Ирине Владимировне. Мария Александровна Костюк, кандидат искусствоведения, историк архитектуры, главный хранитель Государственного музея архитектуры имени Щусева, специалист по советскому авангарду и неоклассике. Ваши аплодисменты. Елена Юрьевна Желудкова, искусствовед, заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов XX-XXI веков Государственного музея архитектуры имени Щусева. Ваши аплодисменты. Елена Анатольевна Власова, культуролог, кандидат философских наук, научный сотрудник отдела хранения архитектурных архивов Государственного музея архитектуры имени Щусева. Ваши аплодисменты. Ну и долго я не буду внимания ваше отвлекать на себя. Сразу передам слово, пожалуйста, Ирине Владимировне. Ирина Владимировна, вам микрофон, пожалуйста, как удобнее. Наверное, лучше все-таки взять в руки. Хорошо. Спасибо. Он работает? Да. Только если можно, да, поближе его, чтобы нам было слышно. Ну, здравствуйте. Мы сегодня хотим вам рассказать о книге, которую мы долго готовили. И готовили ее к выставке с одноименным названием. И саму выставку мы делали к столетию революции 1917 года. И, в общем, считали, что мы осознаем, что это время, вот время 20-30-х годов, о котором идет речь в нашей книге, оно, как, собственно, и вся советская эпоха, отошло уже в разряд наследия исторического. Причем это не просто наследие, это наследие какое-то... Вокруг которого все время возникают дискуссии, которое до конца значение его не определено, по поводу которого существует очень много различных мнений. Мы все это понимали. Но не могли не рассказать, не показать то, что хранит наш музей, авангард, архитектурный авангард, который создавался в 20-е и 30-е годы, потому что считали, что вот это время, время, когда вдруг возник огромный всплеск чего-то нового, создавался новый стиль, конструктивизм, время было недолгим. Но это один из очень немногих периодов в истории вообще нашей отечественной архитектуры, когда Советская Россия создавала именно стиль. Не шла в фарватере других государств, не подражала кому-то, а была одним из создателей абсолютно новой архитектуры. И, в общем, это редчайший случай. И, несмотря на то, что это время, многие из нас, многие наши соотечественники не любят, потому что оно, представление людей связано и с нищетой, и с какими-то очень убогими условиями жизни, и с каким-то прошлым. И сейчас еще до конца, в общем, не осознанно, как что-то великое в смысле именно искусства. Несмотря на это, мы считали, что это замечательная, выдающаяся, прекрасная архитектура, которая создавалась здесь, в нашей стране, нашими архитекторами. И, на самом деле, очень были рады вот такой работе и этой возможности все показать. И в этой книге мы постарались показать все аспекты этой новой архитектуры, архитектурного авангарда, тоже прекрасно сознавая, что об архитектурном авангарде написано многое. И те, кто интересуется историей архитектуры, знают прекрасные книги Селима Амаровича Хан Магомедова, который как бы систематизировал и ввел научный обиход и имена, и многие проекты, ну и так далее. И мы тоже прекрасно знаем, потому что все мы работаем в музее архитектуры, как это востребовано в других странах, сколько выставок делается по всему миру, как мы предоставляем наши материалы в разные музеи, и, в общем, где они только не бывали. А вот в Москве вот так вот показать все в одном месте, рассказать об этом, систематизировать никогда так полно не удавалось. И когда мы стали работать, в общем, над поисками вот того нового, имея за плечами и груз всех книг Хан Магомедова и других исследователей, несомненно, и Виктория Хазанова, и Стригалева, и многих-многих других замечательных исследователей, вдруг мы стали находить и новые проекты, и даже новые имена. Ну, о каких-то частностях расскажут мои коллеги. Я просто говорю в целом о той работе, в результате которой появилась эта замечательная книга. Еще не могу не сказать о названии «Авангардстрой». Ну, казалось бы, можно было не акцентироваться на том, что это именно строй. Но нам хотелось так, потому что получается, что вот эта замечательная архитектура «Авангарда» за очень короткое время, практически за 10 лет, а первые постройки конструктивизма стали появляться в середине 20-х годов, а уже в 1932-м, ввелся отсчет как бы на убыль. Конструктивизм постепенно стал вытесняться. Ну, будем условно говорить 10 лет. Это очень мало. Но за эти 10 лет построено было огромное количество зданий, поскольку это в большей степени социальное явление, очень много жилья, очень много правительственных зданий, клубов, градостроительных каких-то проектов, новых улиц. То есть, в общем, и города создавались, и промышленность, и очень многое. Поэтому мы не хотели, чтобы это был просто искусствоведческий анализ того, что происходило тогда. Мы хотели показать, кроме того, и некий вклад вот этого исторического времени, этих архитекторов, в общем, в облик наших городов. Многие проекты «Авангарда», «Конструктивизма» имеют статус памятников, но не столь большое количество, как бы нам хотелось. Но это отдельный разговор, и их могло бы быть гораздо больше. Я надеюсь, с годами их будет больше. Многие эти памятники находятся в плохом состоянии, и это тоже у всех на слуху, кто интересуется историей архитектуры, и за них борются. Борются одни, другие, наоборот, их уничтожают. В общем, как я и начала говорить, это время, которое бурлящее до сих пор. Есть люди, которые его не приемлят во всех его проявлениях, но есть и те, которые понимают его значение и пытаются как-то сохранить и рассказать о днем как можно больше. Так вот, «Авангардстрой» – это именно то чувство, с которым мы хотели, в общем, поделиться. Это именно тот вклад архитекторов в архитектуру нашей страны, и даже я не побоюсь сказать, как бы, в мировую копилку вот этих смен и стилистических смен архитектуры. «Авангардстрой» – это замечательный период в архитектуре 20-х и 30-х годов, о котором мы вот рассказываем в этой книжке. И последнее я хочу еще тут обратить внимание на то, что у нас есть небольшой подзаголовок, что это архитектурный ритм революции. Имеется в виду некая такая струна или некое такое начало, творческое именно начало, которое тогда было. И хотя в основном наше повествование ограничено рамками 20-х и 30-х годов, но мы показываем проекты архитектора такого свободного, что ли, полета, свободного творчества Ивана Леонидова, который и по мнению его современников был неким вот как бы чистым, чисто творческим, чисто формотворческим автором, на которого они равнялись, и он давал новый импульс вот этому авангардному движению, что ли, в архитектуре. Ну, сейчас расскажут мои друзья и коллеги о том, о чем они хотят подробно. Ну, а мне хотелось бы сказать, что мы рады вот этой возможности. Именно в 17-м году мы работали над этой книгой. Это бывает раз в сто лет, что нам все-таки удалось это все собрать и показать. Вот. И у этого архитектурного авангарда есть продолжение, собственно, есть. Потому что дальше была некая вторая волна авангарда, был модернизм, и есть наши сегодняшние года. И мне бы хотелось, чтобы вот люди, которые взяли эту книжку в руки, они так же трепетно отнеслись вот к тем истокам вообще современной среды, современного пространства, которое делают современные архитекторы, как это пытались выразить мы. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем Ирине Владимировне. И сразу передаем слово Елене Юрьевне. Ваше, пожалуйста, слово. Добрый день всем, кто пришел на нашу сегодняшнюю презентацию. Ну, честно говоря, да, это в нашей книге мы постарались показать многослойность вообще архитектурного авангарда, множественность его пластов, которые мы в книге очень емко назвали главами. Града, глав, клуб, здрав, жил и пром. И вот в этих пластах зарождались и трансформировались новые формотворческие идеи. В самом названии книги «Авангард, строй, архитектурный ритм, революция» ключевыми понятиями являются именно строй и революция. И здесь заключена множественность смыслов и объемность самого понятия архитектурный авангард. Ну, вот само понятие строй — это и как и политический режим, и как строительство — это синоним творчества, и как жизнестроение — здесь мы видим социальную составляющую, и как устройство — здесь можно прочитать диалог с промышленностью. Фонды нашего музея на самом деле уникальны. Это кладезь проектных и теоретических материалов, которые, на наш взгляд, я думаю, помогут интересующиеся аудитории разобраться в потенциальных возможностях советского авангарда, того гигантского социального эксперимента, который полным ходом стал разворачиваться в России в результате революции 1917 года. И первый пласт нашей книги, про которую я немного расскажу, — это «Града». Это поиски оптимальной схемы жизнеустройства для городов социалистического будущего, которые были отмечены бурным всплеском интереса именно к экспериментальному проектированию. Декреты о социализации земли и об отмене частной собственности позволили архитекторам рассматривать город как единое целое, как единый социальный организм без дробления, без хаотичной застройки, создав основные предпосылки для нового подхода к градостроительству. И можно выделить два основных этапа. Это начало 20-х годов и первая градостроительная дискуссия 22-23 годов, которая отразила особенности развертывания хозяйственного строительства по плану Гойл-Ро. И рубеж 20-х, 30-х, и вторая градостроительная дискуссия, которая была связана с ускоренными темпами индустриализации по плану первой пятилетки. И тогда же началось строительство крупных промышленных центров и, соответственно, новых городов при промышленности. В ходе этих обеих дискуссий намечались пути решения от острых социальных проблем, рассматривались отношения к крупным городам, пытались устранить противоречия между городом и деревней. Основные концепции, которые я в своей статье рассматриваю, на которые мы обращаем внимание, это город-сад известного английского социолога Говарда. Но, естественно, наши архитекторы переработали эту идею с учетом иной социальной направленности. Архитекторы пытались создать новые города с учетом нового быта и нового коммунистического мышления. И ярким примером являются рабочие поселки, которые, например, проектировали братья Веснины. Это для Шатуры, пришатурской ГЭС, и в Подольске при паровозо-ремонтном заводе. Другие концепции — это концепции социалистического расселения, урбанизм, или по-другому его называют соцгород, и дезурбанизм, или новое расселение, или линейное расселение. Эти идеи были выдвинуты в ходе второй городостроительной дискуссии. Первую идею создал, был идеологом экономист Леонид Сапсович. Очень, на самом деле, интересная фигура и неоднозначная. Он предложил отказаться от городов, предложил расселять небольшими компактными поселками при промышленных центрах. Причем промышленные центры создавались именно там, где удобно, то есть там, где удобно подвозить сырье. И уже конкретно к этим центрам подвозили людей, то есть в небольших количествах, то, что необходимо для поддержания промышленной деятельности. Дезурбанизм — это его инициатор Ахитович, социолог, философ, очень тоже интересная личность. И в отличие от Сапсовича, который мыслил коллективно, то есть создавались, должны были создаваться такие жилые кварталы, и его поддержали, Сапсовичи поддержали архитекторы Веснины и бригады групп АСА, конструктивисты. И у них были очень много интересных проектов, в частности, для Кузнецка. А Ахитович, он, наоборот, отстаивал личность, индивидуальность. То есть, с одной стороны, он за обобществленное производство, но потребление, наоборот, индивидуализировано максимально. И это, на самом деле, было какое-то новое такое слово, и, может быть, даже не своевременно для того времени. И, возможно, это не было оценено по достоинству. Но наибольший интерес, на мой взгляд, и наибольший потенциал содержат идеи гибкой пространственно-планировочной структуры города, которые выдвинули и Николай Ладовский, и Леонидов, и другие архитекторы. А также вопросы вертикального зонирования городской застройки и возможности использования воздушного пространства для жизни людей. Такий вот этот особый раздел концептуального проектирования, он содержит наибольший такой потенциал, который был, на самом деле, уже оценен позднее, в 60-е годы. И сейчас в современности его тоже открыто используют. И, на наш взгляд, вот эти все проекты, они открыты для сегодняшнего дня, они содержат, их содержание очень емко и очень многозначно. И мне, на самом деле, хочется даже вспомнить слова Селима Амаровича Хан Магомедова, что великие утопии — это не что иное, как преждевременные истины. И так это или нет, это вопрос открытый. И, на самом деле, наша была задача дать современный комментарий к этой теме, к теме изучения и осмысления советского архитектурного авангарда. Спасибо огромное. Мария Александровна, ваше слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Я благодарю вас, что вы посетили наше мероприятие и проявили интерес к нашей работе над книгой «Авангард строит». Это очень для нас важно. Это был труд многих лет, на самом деле. Мы очень долго шли к этой выставке, к этой книге, к реализации наших надежд. И надо сказать, что очень хорошее осталось впечатление от этой работы. Она дала нам очень много действительно каких-то и личных открытий и в плане фондовой работы, и в плане научной работы. Я в основном занималась разделом, посвященным крупным административным сооружениям. И хотел бы сегодня поговорить о том, что, как ни странно, вот эта типология именно в период авангарда, она сохранила в себе огромный потенциал именно нереализованных идей и проектов и каких-то новых открытий, которые зачастую, в общем-то, большинство людей и не знает. И надо сказать, что мы все привыкли, когда говорим о крупных административных сооружениях, вспоминаем, прежде всего, уже какие-то годы более поздние, 40-е, 50-е. То, что в нашей памяти прочно ассоциируется с советским временем, клубами, дворцами и так далее. А ведь именно в авангарде лежит та первая точка импульса, которая, в общем-то, все это и породила. И не очевидно то, что те небоскребы и огромные фантастические сооружения, которые мы имеем сейчас в современной архитектуре, тоже, в общем-то, были задуманы в 10-х, 20-х годах, и не все об этом знают. Первая, пожалуй, идея создания такого грандиозного сооружения появилась в конце 10-х годов. В качестве примера можно привести проект «Башня третьего интернационала» Татлина. И этот проект никогда не был построен, но приобрел огромную известность и, в общем-то, со временем стал визитной карточкой для своего периода, для стиля авангарда. И сразу хочу сказать, что это такой был уникальный случай, когда проект создавался без всякой конкретики, без привязки к конкретному географическому месту города, без выверенной, найденной технологии для его возведения. То есть это было время таких уникальных надежд и веры в то, что в скором времени нам будут доступны все возможные достижения техники и строительных технологий, что архитекторы, художники могли создавать вот такие совершенно фантастические, нереальные проекты, как проект Татлина, который впервые представил собой, во-первых, небоскреб, который должен был достигать высоты 400 метров, и для 2019 года это была действительно революция, это была абсолютная фантастика. Второе — это конструкция, которая представляла собой огромную спираль, заключающая в себе четыре огромных объема в виде куба, призмы, цилиндра и полусферы. Каждый из этих объемов должен был вращаться вокруг своей оси с различной скоростью и заключать в себе огромное количество функциональных вполне помещений, где должны были располагаться и административные органы власти, и общественные органы, и проходить различные конференции, собрания, и самые-самые различные мероприятия. Также это здание было рассчитано на внедрение радио, телеграфа, гараж для различных видов транспорта. В общем-то, та самая многофункциональность, которая для нас сейчас привычна, и стала необходимостью и обыденностью, а тогда, безусловно, это было абсолютное новшество. И после этого уже появляются большие конкурсы на крупные сооружения, они объявляются уже вполне официально. Одним из самых крупных таких конкурсов стал конкурс на Дворец труда в 1922-1923 году, и в нём принимали участие самые ведущие архитекторы нашей страны, и были созданы самые различные проекты. Они не обязательно были вертикального характера, это уже я не имею в виду именно небоскрёбы, но, безусловно, каждый из этих проектов представлял собой здание, доминирующее в городе, и сооружение, которое должно было представить, опять-таки, самое новое, самое лучшее в стилистике, в архитектуре, в технологии, что на тот момент наша страна могла представить. И опять-таки, в этом конкурсе тоже никакой реализации мы не получили, но получили огромное наследие проектов, которыми мы восхищаемся и сейчас, которые имеют очень большой отклик. И мы, как сотрудники музея, можем говорить о том, что действительно во многом архитектура авангарда именно в нашей стране немножко недооценена, потому что, когда мы эти вещи демонстрируем на различных экспозициях за рубежом, она имеет очень большой отклик, очень большой успех, и наши коллеги за рубежом всякий раз восхищаются теми проектами, которые мы привозим. Мы именно в нашей книге хотели познакомить широкого читателя, широкую аудиторию с этими проектами, с этими зданиями нереализованными, чтобы мы все увидели, как много наша страна смогла создать за эти всего несколько, буквально два десятилетия. И уже в начале 30-х годов был объявлен конкурс на Дворец Советов. Вот как раз этот конкурс, наверное, все-таки знает очень много людей. И, с одной стороны, именно он, можно сказать, поставил точку в развитии авангарда, он показал собой такое зримое окончание развития этого стиля, и победивший проект, который был создан большим коллективом архитекторов, был создан, в общем-то, именно в ответ на тот заказ, который существовал на тот период, на 31-й год. И он действительно зримо показал, что время изменилось, задачи изменились, и самосознание общества тоже изменилось. Но первые периоды этого конкурса, первые этапы, предварительный этап и первый этап, они показывают то, что архитекторы, которые принимали в нем участие, это опять-таки были ведущие архитекторы страны, не все из них смогли почувствовать вот эти перемены, и очень много проектов было создано именно в стилистике авангарда, и они очень интересны, у них также огромный пласт нереализованных идей, очень много красивых, замечательных проектов, и даже автор победившего, один из авторов победившего проекта, и Афан, также его проект для предварительного конкурса, абсолютно выдержан в стилистике авангарда с элементами конструктивизма, и весьма отдаленно напоминает тот конечный финальный проект, который мы с вами знаем. Совсем недавно мне удалось посетить наш комплекс небоскребов Москва-Сити, там есть музей, и как раз сегодня, когда я ехала на эту презентацию, я задумывалась о том, что в музее показана эволюция развития высотного строительства в русской архитектуре. И начинается она как раз с архитектонов Малевича, горизонтальных небоскребов Лисицкого, с проектов Ивана Леонидова, Института библиотековедения и других проектов. И вот как раз я хотела сказать, что уже после 1931 года все еще продолжали жить идея авангарда, был очень крупный конкурс на здание наркомата тяжелой промышленности, это тоже была идея грандиозного сооружения в самом центре столицы, напротив Кремля, на месте нынешнего ГУМа, первый этап. Конкурс предполагался. И в этом конкурсе, несмотря на то, что это уже 1935 год, тоже принимают участие те архитекторы, которые мы сейчас называем, в общем-то, звездами авангарда. Это Леонидов и Мельников и братья Веснины. И вот в этом музее, в Москва-Сити, как раз я вспоминала еще раз про все наши проекты, потому что вот сейчас уже воссоздают 3D-модели, которые показывают, как они могли бы быть реализованы, как они могли бы быть в структуре города. И они смотрятся удивительно органично, они смотрятся очень современно. И когда состоялась наша выставка «Авангардстрой», мы показывали не только проекты, но так в том числе, например, макет. Здание наркомата тяжелой промышленности. Макет достаточно большой, и наши посетители могли увидеть воочию, как это здание могло бы выглядеть в структуре города, каким оно могло бы быть в трехмерном изображении. И очень многие из них не могли поверить в то, что это было создано в 30-е годы, в то, что это не современное здание. И очень много было отзывов именно таких, что это абсолютно актуальная современная архитектура, и многие посетители подходили ко мне после экскурсии, говорили, а не хотите ли вы предложить это современным архитекторам для реализации. И действительно, мне кажется, что многие эти проекты были созданы настолько большим импульсом в будущее, что действительно для современных мастеров архитектуры есть еще очень много того, что они могли бы вычеркнуть в нашем авангарде. И эти проекты, я надеюсь, что вы все можете увидеть в нашей книге. Мы постарались там показать максимум из того, что мы могли представить. Там очень много проектов, которые были опубликованы впервые. Я всех приглашаю внимательно все это рассмотреть. Надеюсь, что вы увидите для себя там много нового. Спасибо. Спасибо. И Елена Анатольевна, вам слово. Спасибо. Я благодарю всех, что вы пришли. И я была автором статьи, посвященной закату, авангарда. Причем не с архитектурной точки зрения, а скорее с социально-культурной. И это на самом деле очень интересный период, но я буду не про это говорить сегодня, потому что мы уже так договорились, что каждый из нас рассказывает про типологию. И, конечно, мы много здесь не затронули, потому что нас всего лишь четверо, типологии гораздо шире. Но я решила выбрать, наверное, самую масштабную, без которой обойтись невозможно. Это жилье. И, наверное, авангард у многих ассоциируется именно с этой типологией, потому что про фабрики кухни далеко не все знают. Дворцы культуры тоже что-то такое неочевидное для многих. А вот что авангард предложил в качестве альтернативы, где должен жить советский человек. И вот 20-е и 30-е годы, они как раз интересны даже не столько масштабам строительного эксперимента, в результате которого было построено колоссальное количество жилых зданий, сколько новаторскими своими находками. Потому что авангард, как я люблю говорить, это не стиль, это метод проектирования, даже шире, это определенный тип сознания, который архитекторы предложили в качестве альтернативного. И вот как раз задача, естественно, нашей выставки, нашего каталога была привлечь внимание к этому сознанию, потому что сегодня оно утеряно. И вот эта потеря, она началась как раз в середине 30-х годов. По поводу жилья. Его очень сложно так за 5 минут рассказать про вот эту типологию, самую большую и масштабную, но тем не менее несколько аспектов выделить можно. Ну, начну я, наверное, с увязки с выступлением с моей коллегией Еленой Желудковой. Соцгород. Думаю, тоже многие слышали. Соцгород, дома коммуны, жилкомбинаты. Это такие новые абсолютно термины, структурные единицы, которые вошли в обиход в то время. И вот как раз результатом преломления соцгорода, это градостроительная теория, но в рамках жилья она преломилась созданием уникальной такой единицы, как микрорайоны, когда фактически формировались современные нам уже микрорайоны с полной разветвленной сетью социально-культурного и бытового обслуживания. То есть фактически город в городе, когда при таких районах строились свои школы, свои ясли, фабрики кухни, где бы должна была готовиться еда и столовой, где жители могли есть. Это обязательно культурно-просветительская роль. То есть в целом «Авангард» предложил идею всестороннего бытового существования человека, доводя часто в общем ситуацию до таких радикальных проектов. Я их сейчас попозже коснусь. Но начну я еще с другой методики, моей любимой. Это метод пространственного проектирования, который предложил Николай Ладовский в срезе психоаналитического метода. Ладовский — это незаслуженно малоизвестный архитектор. Это гений, который, к сожалению, архив которого утерян, потому что его угораздило умереть в 1941 году, если я не ошибаюсь, и его архив утерян. Этот человек, который воспитал целую плеяду зодчих, которые предложили совершенно по-другому проектировать дома. В частности, самый известный, наверное, проект, реализованный рационалистами, это Хавско-Шаболовский жилмассив. Вот маленькая еще преамбула. Ладовский писал, «Архитектура — это искусство создавать пространство, это искусство, оперирующее пространство. И архитектура должна психологически воздействовать на своего зрителя». Это очень важно. И вот самым ярким примером является Хавско-Шаболовский жилмассив. Я думаю, многие там были. Если вдруг нет, обязательно сходите, потому что это совершенно уникальный случай, когда попадаешь в этот квартал, ты запутываешься, ты не можешь. Вот если ты заранее по навигатору не посмотрел, как ходить в этом квартале, ты обязательно запутаешь, если ты там будешь что-то искать. Но там галерея на Шаболовке находится, поэтому многие пытаются ее найти и находят ее не сразу. И это заключается в том, что они предложили очень интересный принцип постановки домов под 45 градусов относительно проездов. И когда человек попадает, эти дома раскрываются как кулисы, постепенно втягивая человека в свое пространство. Этот же метод использовал, я думаю, самый известный архитектор сегодня, по крайней мере, авангард, это Константин Мельников, которого часто причисляют к конструктивистам. Прошу прощения, но это, конечно, не совсем так. Он ближе к рационалистам, потому что если всем желаю сходить в дом Мельникова, который сейчас открыт, пользуясь случаем, когда люди приходят в дом Мельникова, я просто веду там экскурсии, я часто наблюдаю тот момент, когда приходят посетители, они видят абсолютно аскетичные цилиндры с хаотично разбросанными шестиугольными окнами, и нельзя понять, что находится внутри. И когда попадаешь внутрь, там разыгрывается такая сценография, которая, в общем, даже, не знаю, любой театр позавидует. Тот эффект, который испытывают люди по мере восхождения этого дома к финальной остановке мастерской и затем крыши, это то, ради чего вообще стоит ходить и любоваться памятниками архитектуры. И вот как раз поэтому Мельников это совершенно особый случай, и, конечно, его известный дом-мастерская, который был якобы прототипом дома коммуны. Он позиционировал это как дом коммуну, который в дальнейшем типизировать по всей стране. Этого не произошло по разным причинам, одной из которых является то, что это, конечно, вещь в себе, абсолютно это не дом коммуна, но это уникальный памятник авангарда. А вот дома коммуны, то, наверное, самое известное в авангарде среди жилья. Дома коммуны. Известны в основном дома коммуны переходного типа, например, дом Наркомфина на Новинском бульваре. Вот дома коммуны, эта идея принадлежит как раз конструктивистам. И вот разница между рационалистами и конструктивистами заключается в том, что если рационалисты исследовали рациональное восприятие архитектуры человеческим глазом, то конструктивисты хотели найти идеальный такой архитектурный организм, полностью очищенный от всего лишнего, с четким регламентом существования и с максимальной функциональной обусловленностью. Соответственно, новаторские достижения достигли своего апогея как раз при разработке домов коммун, потому что архитекторы в основном во главе с Моисеем Гинзбургом исследовали, сколько нужно полезной площади, чтобы человеку жить. Потому что в то время это годы разрухи. И согласно, провели исследование, согласно которому выяснилось, что только 40% населения всей страны могут позволить себе полноценную квартиру. остальные должны жить покомнатно. Поэтому, когда говорят, что авангард это про мелкие клетушки, в которых невозможно жить, это не вина архитекторов, которые хотели загнать людей в неуносимые условия жизни, а именно те условия и среды, в которых эта архитектура была вынуждена искать альтернативные пути. И они были найдены. Действительно, были разработаны так называемые ячейки, самая известная ячейка типа F, где достаточно небольшие по квадратуре квартиры. Там сэкономлено за счет коридоров, размера кухонь, потому что предполагалось, что там вы не будете готовить, вам будут готовить фабрики, кухни, и там же вы будете питаться. Но при этом там совершенно колоссальная кубатура. То есть это двухуровневые ячейки, и за счет этого нивелируется ощущение, что вы находитесь в маленьких квартирах. Экспериментов было очень много, я лишь перечислила такие, которые относятся к рационалистам, конструктивистам, но их, конечно, тысячи по всей стране, не все еще успели сломать. В Москве их тоже довольно много, самые известные Дангауровка, Усачевка, Дубровка. На самом деле все они стоят того, чтобы там просто погулять, потому что, конечно, это определенная среда, определенные очарования, и, конечно, авангард, его надо часто смотреть, потому что, опять же, на моей практике люди приходят до Мельникова, потому что это модное место, но с предубеждением, что они там увидят. Тут барокко понятно, церковь понятно, готика понятно, это все красиво и очевидно. Авангард не очевиден, но попадая в эти памятники, начинаешь понимать, что вот эта красота в аскетичности, которую они предлагали, они не говорили слово красота, но они ее обязательно подразумевали, поэтому авангард – это, конечно, история про красоту, про эксперименты и про свободу, потому что вот эти 10 лет власть даровала абсолютную свободу воли архитекторам и изочи впервые получили вот такую возможность исследовать жизнь человека со всех сторон и предлагать свои варианты относительно контекста времени. Поэтому, наверное, я уже завершу, потому что я долго говорю, но я могу говорить очень долго, потому что авангард люблю. Вы скромничаете. Спасибо огромное. Уважаемые дамы и господа, если вдруг у кого-то уже появились вопросы, пожалуйста, поднимайте руку и с удовольствием передам микрофон. Есть желающие что-то спросить? Ну, пока вы обдумываете свои... О, вопрос у нас уже появился. Вот телевизорный представьте, пожалуйста. Ирина, меня зовут. Вот я хотела бы спросить, не могли бы вы немного рассказать о районе Московский Детройт, который назывался? Это как раз в районе Пролетарской все эти промышленные строения, чуть-чуть о его истории и вообще о специфике архитектуры. Спасибо. Вы имеете... Ну, я не знаю такого названия Московский Детройт, но вы, наверное, имеете район Зилы. Можно, пожалуйста, в микрофончик, тогда будьте любезны, да. Ну, это как раз близко к Дубровке. Это все реально. Ну, это близко к Дубровке, но вы имеете в виду район Зил? Ну, да, но немножечко нет. А что? Ну, вот так вот. Ну, просто про Маковский Детройт, это я прочитала название этого района, как на Санкт-Петербурге автотрансфор. Ну, судя по названию, речь идет о заводе Зил. О Микояне ничего не могу сказать. А в каком смысле? О мясоперерабатывающем заводе Микояна, что было первыми московскими бойнями, то есть памятником XIX века. Весь район, который подвергся определенной перестройке, ну, вот именно на месте этих бойн, вот, и как раз вот этот кусочек, ну, скажем так, если смотреть сверху, посередине будет Волгоградский проспект, соответственно, если смотреть от центра, справа будет Дубровка со всеми конструктивистскими кварталами, а слева будет действительно территория и Зил, и бывших Боин, и нынешний Микоян, вот, то есть вот по поводу архитектуры и застройки вот этого района. Вот, спасибо. Ну, во-первых, я могу сказать, что это никак не относится к нашей книжке, потому что вообще реконструкция, вы перечислили те районы, которые подверглись глобальной реконструкции в следующее время, в общем, уже в 30-е годы. Из вот таких точечных застроек, действительно, там была Дубровка, и, пожалуй, нет, ну, были, да, московское правительство, жилые дома там кое-какие строили, но вот такая глобальная реконструкция этого района произошла в середине 30-х годов. Это никак у нас не отражено именно в этом издании, но что, единственное, что я могу сказать, хотя это будет реклама, наверное, у нас сейчас в музее проходит выставка архитектора Мелиниса, которую я назвала «Герой авангард строя». Это как раз тот архитектор, который, во-первых, он работал с Гинсбургом и строил жилые дома коммунные, два, участвовал в проектировании двух жилых домов, и дома на Аркомфина, и дома на Гоголевском. То есть это архитектор, который работал над созданием тех самых экспериментальных жилых домов. А в 30-е годы вот в районе теперешней Белозаводской улицы, и, как он называл, у Греши, он спроектировал и построил целый квартал домов для работников ЗИЛ замечательных. Вот мы в следующей нашей книге, которая уже находится, вот сейчас ее напечатает Кучково поле про архитектора Мелиниса, вот там мы показываем проекты, впервые мы показываем проекты этого архитектора. Это как раз тот самый район. Но я повторяю, вот реконструкция произошла после 35-го года. И, ну, к сожалению, я не... Ну, в общем, очень интересно, в принципе, рассматривать все, что происходило в Москве. Мы сейчас просто говорим о своей конкретной работе. Спасибо огромное. Вот, Мария Александровна, у меня к вам вопрос. Если позвольте, какая из перечисленных в книге архитектурных типологий авангарда, на ваш взгляд, конечно, содержит в себе нереализованный потенциал? Можно на эту тему? Ну, собственно, я уже на эту тему высказалась, говорила. Но надо сказать, что, в принципе, все эти пологии, которые мы рассматривали, мы выделяли самые крупные, все они так или иначе вот этот нереализованный потенциал в себе оставили, потому что то, чего они хотели, о чем они мечтали, на тот момент существования нашей страны просто физически было невозможно воплотить в жизнь. Именно потому, что действительно молодое советское государство не обладало такими возможностями и технологическими, и финансовыми, и физическими. И сейчас это время очень популярное. Наверняка вы все видели множество передач о том, ценой каких усилий нам давалось и строительство метрополитена, и все крупные стройки. Действительно, это было очень сложно и тяжело. Но вот этот уровень полета творческой мысли и уровень свободы формотворчества для архитектора, пожалуй, вот такой высокой планки ни десятилетия до того, ни после уже не достигали. То есть это был очень мощный импульс на будущее. И в типологии клубов, в которые мы сейчас возвращаемся, и реконструируем клубы Голосова и Мельникова, и находим в них какие-то новые возможности для использования, для нового функционала, для нового применения. И, конечно, уже упомянутое мной высотное строительство, которое, в общем-то, и родилось в авангарде. И сейчас это достаточно очевидно, когда мы видим эти проекты. И о том, о чем говорила Елена, обе Елены. И жилое строительство, и безумно интересные градостроительные проекты, к которым обращались в будущем другие архитекторы, часто зарубежные архитекторы. То есть это огромная кладезь каких-то идей и модного нынче слова «новаций», которые остались новациями и сейчас. Вот это, мне кажется, самая важная составляющая именно архитектура авангарда. Спасибо. Еще вопросы какие-то есть, друзья? Ну, если позвольте, у меня еще один небольшой вопрос совсем. Елена Анатольевна, к вам. Немножко о жилье. Вы уже рассказали, конечно же, но тем не менее. Все-таки можете еще нам рассказать немножечко, так сказать, подробнее о том, что же все-таки внес авангард принципиально нового в концепцию жилья, в жилищных комплексах. Я попытаюсь сейчас еще раз аккумулировать. Значит, первое и главное – это, наверное, с градостроительной точки зрения авангард предложил создать вот эту идею микрорайонов, город в городе, жилкомбинаты, в рамках которого была осуществлена разветвленная социально-бытовая система. И вот здесь, наверное, я уж тогда остановлюсь. Что такое социально-бытовая система? Я уже говорила, это ясли, школы, могли быть ФЗУ, рабпаки, учреждения, которые готовили молодежь к поступлению в ВУЗу или, например. Но самое интересное, да, конечно, фабрики, кухни, потому что принципиально новая типология бано-прачечный комбинат. Тут, казалось бы, баня, но они прекрасны тем, что авангард тогда, когда не предлагал новую типологию, он полностью переделывал старую, потому что баня все время достаточно темные, какие-то маленькие пространства. А вот авангард, имея возможность стилистически выразить это новыми средствами, предложил совершенно уникальные огромные комплексы, которые носили оздоровительный характер. И это были не просто бани, там можно было, это были бани-купальни с бассейнами, со спортзалами, с солярием на крыше. То есть на самом деле совершенно потрясающие объекты, которые сегодня находятся в руинированном часто состоянии. Но идеи вот эти, конечно, они были заложены. Плюс по поводу жилья. Хотела я что-то сказать, сейчас вылетело. Ну, конечно, это, в принципе, пространственное отношение к проектированию, потому что это не просто периметральная застройка, это застройка, которая связана еще с строчной застройкой, такие более супрематистские застройки. Это очень красиво, когда с высоты птичьего полета ты можешь легко угадать, что вот этот квартал, он точно построен в 20-е и 30-е годы. Дома коммуны... А, вот еще один такой, уж коль мы говорим про инновации, то назову, наверное, самый радикальный проект, конструктивистский. Их вообще два. Один из них реализован, это известный дом коммуна, общежитие Текстильного института Ивана Николаева, и второй, менее известный, эндопроекта Кузьмина для шахтеров Анжера Суджинска. И там, и там, в основе вот этой архитектуры лежал четкий регламент, как человек должен жить, во сколько просыпаться, как, что делать дальше. Ну, вот, например, текстильное... общежитие Текстильного института. Во-первых, это маленькие кабинки. Изначально по проекту, если не ошибаюсь, два на два метра на двух человек. построено, по-моему, шесть. И в итоге без окон, с развяжными такими дверьми, ширмами, там должны были только спать, то есть находиться ночью. Утром студенты вставали, шли сначала специально в санитарный блок, где они хранили свои вещи. Там они принимали душ, переодевались, и дальше шли на зарядку на крышу одного из корпусов. И дальше уже всем строем шли сначала в столовую, потом уже заниматься. То есть... А вот второй проект, он очень интересный, потому что это регламент не только в течение дня, но и в течение жизни. Кузьмин предложил такой проект, когда человек рождается, у семьи забирают этого ребенка, потому что были вот эти идеи, что семья это уже пережиток прошлого, и советского человека нужно воспитывать, должно воспитывать систему. Значит, ребенка забирали в специальные учреждения. Сначала это ясли, потом это детский сад, школа, там потом это училище, институт. Затем человек обзаводится семьей, и он переселяется в специальные дома коммуны. Дальше человек становится старым, его отдают в дом престарелых, и затем виток жизни заканчивается в крематории, который тоже является одной из типологий появившихся тогда. Это, кстати, интересно. Проект, конечно же, не был осуществлен, хотя он считался очень перспективным. Он не осуществлен по одной простой причине. В 1930 году выходит постановление о перестройке быта, где говорилось, что вот эти радикальные проекты, в частности дома коммуны, они все-таки не соответствуют условиям советского человека, и с этого момента уже постепенно начинается закат авангарда. Проект, конечно, радикальный. Говорит, что все эксперименты, которые авангардисты предлагали провести в жизни удачными, говорить некорректно. Но это касается, наверное, любого направления. Ну, интересно, что это время, которое как раз могло позволить себе предлагать вот такие вещи. И нельзя это считать насилием над человеком. Хотя вот мои коллеги, некоторые считают, что авангард плох тем, что там вроде бы они проектировали для человека, но человека там в итоге и не оказалось. Потому что вот эта тотальная унификация, ходить всем строем, вовремя ложиться спать и вставать, это, конечно, не про человека. Но, тем не менее, это определенное время, определенные условия. И, кстати, между прочим, по поводу этих шахтеров, им этот проект очень понравился. И когда Кузьмин его делал, он с ними консультировался. И, кстати, это его дипломный проект. И вообще, вот тема дипломных проектов в авангарде, она интересна тем, что, например, Георгий Крутиков, о котором говорила Лена, летающий город, это тоже дипломный проект. То есть уровень образования позволял создать памятники, которые сегодня являются произведением искусства. Они признаны. Поэтому... Спасибо огромное. Да, пожалуйста. Я, прежде всего, хочу поблагодарить наших прекрасных докладчиц за такое интересное выступление. И у меня есть два вопроса. Вот, Елена, вы говорили о том, что проводилось исследование, согласно которому 40% могли себе позволить отдельное жилье, и 60% должны были жить по комнатам. А кто проводил, и можно ли где-то с ним ознакомиться? Ну, это исследование, согласно Госплану, есть... Я не знаю, я эти документы лично не видела, но об этом писалось в различных архитектурных журналах, в том числе в современной архитектуре. Это журнал, который издавали конструктивисты, и они-то как раз и были главными новаторами, и поэтому, я думаю, можно начать изучать литературу, и там можно выйти на какие-то вот эти источники. Вот эта банальная статистика, просто вот эти документы, названия я их точно сказать не смогу. Но они есть, безусловно. Интересно, спасибо большое. И еще вопрос, ну, может быть, к Мария. Вот герои авангардстроя, мы говорим там про 20 лет период. Получается, что эти люди все родились до революции. Ну, многие, да. Большинство, да? А где они учились? Вот мне интересно. То есть дальнейшая судьба мне примерно понятна. Там 3-4 варианта могут быть. А вот один? Да, вариантов немного, но, знаете, их ведь все-таки получилось не одно поколение. Было более старшее поколение, которое, как правило, училось в классических учебных заведениях, связанных с искусством. Но в этот момент были и учебные заведения, вновь созданные, такие как Футемас. Вот у нас Ирина Владимировна как раз специалист по изучению именно таких новых учебных заведений. Может быть, я лучше бы ей дам микрофон рассказать. Вы знаете, авангарда так много, что в Футемас нашу книжку не вошел. Да там была отдельная книжка. Но дело в том, что братья Веснины были академиками архитектуры уже тогда, когда они превратились в лидеров вот этого конструктивизма и стали одними из основателями собственного конструктивизма. Владовский тоже самое, как лидер рационализма. Гинсбург тоже получил образование абсолютно классическое. Но суть в том, что они очень много времени как раз потратили на то, чтобы вырастить молодое поколение совершенно с другой головой. И поэтому новая система пространственного мышления Ладовского, она была им создана, она была внедрена во Футемасе. И более того, она и сейчас применяется в архитектурном институте. И вот среднее, более молодое поколение, оно все советское, оно выращено на вот этих идеях. И среди этого молодого огромное число архитекторов даже перечислять нельзя. А что с ними случилось? В 30-е годы была организована Академия архитектуры. Очень многие пошли как бы на послевузовское образование, закончили Академию и стали проектировать в классическом стиле, вот скажем так. То есть по-другому. Но были 30-е годы, и были архитекторы, которые проектировали. Да, иначе, да, не так крайне, как рассказывала нам Лена, но тем не менее, это такое русское, советское арт-деко. Это очень красивое издание, в том числе и вот те, которые стоят на Велозаводской улице. Принципы построения все равно кварталы, но они немного обогащены, там какие-то немного другие принципы, но все равно люди-то продолжали как бы мыслить категориями всего лишь 10-летней давности. И очень немногие, ну просто очень немногие дожили до второй волны модернизма 60-х годов и вернулись к своей молодости и стали опять проектировать в таких аскетичных формах, объемах авангарда. Ну вот в том числе и Милинис тоже в конце жизни, Хидекель. В общем, если поставить себе целью и найти тех архитекторов, которые начинали 20-е, а потом продолжали, пройдя, прожив в общем плодотворную жизнь и в 60-е годы, то найдутся и такие архитекторы. Спасибо огромное. Вот еще вопрос у нас, пожалуйста. Очень коротко. Андрей, меня зовут. Здравствуйте. Вопрос к Елене, наверное. Скажите, пожалуйста, как одновременно в 20-е годы могли существовать концепции об обществлении быта, то есть все вот эти дома коммуны и так далее, и концепции, по сути дела, малоквартирных домов, то есть Хабско-Шабловский жилмассив, Хамовнический жилмассив, но это же, по сути дела, в одно и то же время строилось, и концепции, наверное, государство вектор не задавало вообще получать. То есть кто искал, то, что хотел искать, тот, кто искал из архитекторов. Правильно? Ну да, вы задали хороший вопрос в том смысле, что я упоминала тот факт, что авангард интересен тем, что вообще чем наш авангард отличается от западного в архитектуре? Тем, что у нас был социальный заказ на архитектуру такого рода, и власть, она поощряла все эксперименты и фактически дала возможность, недолго, действительно 10 лет, когда архитекторам была дарована вот эта возможность, и поэтому много безумных проектов типа Дома Мельникова действительно была создана благодаря этому. Поэтому параллельно, конечно, происходили поиски, в том числе и в более традиционном укладе, например, город Сад. Эта концепция возникла раньше, и своими корнями некоторые жилые комплексы уходят еще в конец XIX века. В частности, уже где-то во второй половине XIX века промышленники уже начали заботиться о том, как живут рабочие предприятия и создавали для них такое жилье условное. И отчасти это дома дешевых квартир, так называемых. И, в общем, конечно, есть определенная преемственность, поэтому параллельно существовали как более традиционные проекты, так и радикальные, к которым относятся дома коммуны и, в частности, дома коммуны переходного типа. Дома коммуны все-таки не были практически реализованы, потому что были реализованы именно переходного типа, когда сохранялись все-таки традиционные возможности, то есть не тотально об обществлении быта, а частичные. То есть жили все в своих квартирах, а об обществлении происходило в социальных объектах типа в клубах, домах, культурах, фабриках, кухнях и так далее. Поэтому, в общем, варианты всегда были. Были архитекторы более традиционные, были более радикальные, были вообще классики, которые, в общем, всячески отрицали, типа Ивана Жалтовского, но тем не менее даже у него были проекты, которые, что называется, в стиле. Вообще очень много было архитекторов, которые работали в стиле, а не по методике. То есть формальный внешний облик они старались скопировать, а по своей сути дома абсолютно традиционные. Поэтому, конечно, традиционных домов больше, потому что проектировали, строили архитекторы, которые часто были не апологетами стиля, а скорее подражателями. Поэтому, в общем, сами конструктивисты, они по этому поводу очень переживали и говорили, что они дискредитируют этот метод. Поэтому я бы так ответила на ваш вопрос. Спасибо огромное. Время нашей встречи стремительно подходит к концу, поэтому давайте еще раз поблагодарим наших гостей за возможность личной встречи, конечно же, за их уникальный труд. И у вас, дамы и господа, сейчас как раз и появляется возможность еще подойти и подписать сразу четверых наших авторов эту замечательную книгу, которая, в общем-то, у нас выложена здесь.